Глава седьмая После сих происшествий в царствование Артаксеркса царя Персидского Ездра сын Сираии, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Мараёфа, сын Захарии, сын Узия, сын Буккия, сын Авишуя. Сын Финиеса, сын Елиазара, сын Аарона, первосвященника. Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику-книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочим. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме. И все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброходными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги валов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для службы в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским. И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищахранителям, которые за рекой. Все, чего потребует у вас ездра, священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Серебра до ста талантов, и пшеницы до ста коров, и вина до ста батов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчанием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева Его на царство царя и сыновей Его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов-привратников, ни финеев и служащих при этом Доме Божием не налагать ни подати, ни налога, ни пошли. Ты же, ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смертли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог, отцов наших, вложивший в сердце царя, украсть дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников Его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною. Глава восьмая И вот главы поколений и родословия тех, которые вышли со мною из Вавилона в царствование царя Артаксеркса. И сыновей Финиеса Герсон, и сыновей Ифамара Даниил, и сыновей Давида Хатуш, и сыновей Шихании, и сыновей Пороша Захария, и с ним по списку родословному 150 человек мужеского пола, и сыновей Пахав Мааба, Ельега-Иннай, сын Зирахии, с ним 200 человек мужеского пола, и сыновей Шихания, сын Яхазиила, с ним 300 человек мужеского пола, и сыновей Адина, и Вет, сын Иоаннафана, а с ним 50 человек мужеского пола, и сыновей Елама, и Шаия, сын Афалии, с ним 70 человек мужеского пола, и сыновей Сафатии, Зевадия, сын Михаилов, и с ним 80 человек мужеского пола, и сыновей Иаава, Авадия, сын Иехиелов, с ним 218 человек мужеского пола, и сыновей Шеламиф, сын Иосифии, с ним 160 человек мужеского пола, и сыновей Бивая Захария, сын Бивая, и с ним 28 человек мужеского пола, и сыновей Азгада, и Аханан, сын Гакатана, и с ним 110 человек мужеского пола, и сыновей Аданикама последние, и вот имена их, и Лефилет, и Ииил, и Шимаия, и с ними 60 человек мужеского пола, и сыновей Бигвая, Уфай, и Забуд, и с ними 70 человек мужеского пола, я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы пролел народ и священников, то и сынов Левия никого там не нашел, и послал я позвать Ильизера, Ариела, Шимаю, и Элнафана, и Иарива, и Элнафана, и Нафана, и Захарию, и Мишулама главных, и Иоярива, и Элнафана, ученых, и дал им поручение к Ида, главному в местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить Кида и братьям его, нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И привели они к нам, так как благодеяющая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыновей Махлия, сына Левина, сына Израилева, именно Шеревию, и сыновей его, и братьев его, восемнадцать человек. И Хашавию, и с ним Иешаию, и сыновей Мирариных, братьев его, и сыновей их двадцать. И из нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу Левитам, двести двадцать нефинеев. Все они названы поименно. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его». И так мы постились и просили Бога нашего о семне. И Он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек – Шеревию, Хашавию и с ними десять из братьев их, и отдал им весом серебро и золото и сосуды. Все пожертвованные для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники Его, и князья Его, и все израильтяне там находившиеся. И отдал на руки им весом серебра шестьсот пятьдесят талантов и серебряных сосудов на сто талантов, золото сто талантов и чаш золотых двадцать в тысячу драхм, и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал я им, вы – святыня Господу, и сосуды святыни, и серебро, и золото – доброхотное даяние Господу Богу, отцов ваших. Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтобы отнести в Иерусалим, в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агавы в двенадцатый день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим. И рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там три дня. В четвертый день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Илеазару, сыну Финиесову, и с ними и Азаваду, сыну Иисусову, и Наодии, сыну Винуя, левитам, все счетом и весом. И все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву двенадцать тельцов из всего Израиля, девяносто шесть овнов, семьдесят семь агнцев и двенадцать козлов, в жертву за грех. Все это во всесожжение Господу. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий. Глава девятая По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали, народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев и евусеев, аманитян, мавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и при том рука знатнейших и главнейших была всем беззаконии первою. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему и сказал, «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня из-за беззакония нашей преданы были мы, цари наши, священники наши в руки царей иноземных под меч, в плен и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне. И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши, Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашим. Мы, рабы, но и в рабстве нашим не оставил нас Бог наш, и склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить Его, изразвален Его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме, и ныне. Что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря, земля, в которую идете Вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая, она сквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в восквернениях Своих. Итак, дочерей Ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей Ваших, и не ищите мира их, и благо их вовеки, чтобы укрепиться Вам и питаться благами земли Той, и передать ее в наследие сыновьям Вашим навеки. И после всего постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас, не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? Господи, Божий Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня, и вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим. Глава десятая Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шихания сын Иехиила из сыновей Еламовых и сказал Ездре, мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от Себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою, ободрись и действуй. И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилям дать клятву, что они сделают так, и они дали клятву. И встал Ездра и пошел от Дома Божия в жилище Иоханана, сына Елиашивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. А кто не придет через три дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшим, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня. Это было в девятом месяце, в двадцатый день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа, как по этому делу, так и от дождей. И встал Ездра священник и сказал им, вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных. И отвечало все собрание, и сказала громким голосом, как ты сказал, так и сделаем. Однако же народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле погрешили. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, И все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратиться от нас, пылающий гнев Бога нашего за это дело. Тогда Иоаннафан, сын Асаила, и Ягзея, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мишулам, и Шафа и Левит были помощниками им. И сделали так вышедшие из плен. И отделены на это ездра священник, главы поколений от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день десятого месяца для исследования сего дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных, первому дню первого месяца. И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных, из сыновей Иисуса, сына Иосидекова, и братьев его, Моасея, Елизер, Иорив, Игидалия. И они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву Овна за свою вину. И сыновей Имера, Ханани и Зевадия, и сыновей Харима, Моасея, Елия, Шимайя, Иехиил, Иузия, и сыновей Пашхура, Елиоинай, Моасея, Исмаил, Нафанаил, Иазавад, и Эласа, и из Левитов, Иазавад, Шимей, и Килайя, он же Клита, Пафахия, Иуда, и Елизер, и из певцов Елиашиб, и из привратников Шалум, Тилен, и Урий, а из израильтян и сыновей Пороша, Ромаия, Изия, Малхия, Миямин, Елиазар, Малхия, и Винаия, и сыновей Елама, Матвания, Захария, и Эхиел, Авди, Еремов, и Елия, и сыновей Зафу, Елиайнай, Елиешиф, Матвания, Еремов, Завад, и Азиса, и сыновей Бивая, Иаханан, Ханания, Забвай, и Афвай, и сыновей Вания, Мишулам, Малух, Адая, и Ашуф, Шеал, и Иерамов, и сыновей Пахав, Маава, Адна, Хелал, Бинайя, Маасия, Матвания, Веселиил, Бинуй, и Манасия, и сыновей Харима, Елиезер, Ишия, Малхия, Малхия, Шемайя, Симеон, Вениамин, Малух, Шемария, а из сыновей Хашума, Мафнай, Мафафа, Завад, Елифилет, и Еремай, Манасия, и Шемей, и сыновей Вания, Маадай, Амрам, и Уел, Бинайя, Бидья, Келуги, Ванея, Меремов, Елиашиф, Матфания, Мафнай, и Аасай, Вани, Бинуй, Шемей, Шелемия, Нафан, Адайя, Махнадбай, Шашай, Шарай, Азариел, Шелемиягу, Шимария, Шалум, Амария, и Иосиф, и сыновей Нева, и Еиел, Матфифия, Завад, Зевина, и Адай, и Аель, и Бинайя. Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей. Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 142 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга Ездры, главы седьмой по десятую. Сегодня мы завершаем чтение и изучение пятнадцатой по счету книги «Слова Божия», и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В главах для чтения на сегодня, помимо прочих, рассматривается тема взаимоотношений представителей разных народов, что касается заключения брака. Вот как описывается проблема в первых четырех стихах девятой главы книги Ездры. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали, «Народ израилев, и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев и ивусеев, аманитян, мавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и при том рука знатнейших и главнейших была о всем беззаконе первою. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою, и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальной. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступлений переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы». Появляется проблема смешанных браков. Представители народа Божия, народа Израиля заключали браки с хананеями, хитими, ферезеями и другими народами. Почему Израилев реагирует так бурно? Какова причина его реакции? Давайте посмотрим на стихи 5 и 6 этой же 9 главы книги Израилева. «А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои, и простер руки мои Господу Богу моему и сказал, «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Суть проблемы, по словам Ездры, заключается в том, что такие браки являются беззаконием и навлекают вину на народ Божий. Таким образом, причина его печали и переживаний и скорбей заключается в том, что такие браки представляют собой, по сути, беззакония, а не против закона. Давайте вспомним, как эта заповедь выглядит. Во-первых, в устах Ездры. 9 глава стихи из 10 по 12. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря, земля, в которую идете вы, чтобы овладеть ею, земля нечистая. Она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших. Ездра ссылается на заповедь, которая в действительности находится в Торе. И вот очень важно заметить, что когда он вспоминает эту заповедь, он мотивирует ее появление фактом мерзостей и нечистот, и осквернения народов, которые жили на Ахананской земле. Таким образом, проблема была не в происхождении, не в национальной принадлежности, а в беззаконной, мерзкой, нечистой и оскверненной жизни народов, которые располагались на территории Ханаана. Вот как указывается причина запрета на заключение браков с иноплеменными народами в самой Торе. 34 глава книги Исход, стихи 15 и 16. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». И так совершенно определенно Господь, говоря о запрете на заключение браков с представителями языческих народов, говорит об этом запрете в контексте тлетворного влияния, которое язычники могут оказать на народ Божий. Как сказано в 20 главе книги Второзакония, в 18 стихе, «Дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». Итак, вновь, не вопрос национального превосходства рассматривается здесь, а вопрос веры. Причина заповеди, запрещающей браки с языческими народами, коренится в духовных сферах. История израильского народа содержит примеры, которые показывают опасность связей с языческими народами. 31 глава книги Числа, 16 стих говорит, «Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем». В 25 главе книги Числа, в первых трех стихах, сказано так, «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфи-гору, и воспламенился гнев Господень на Израиль». Таким образом, мы видим в действительности реальную опасность блудодеяния в честь иных богов. В истории израильского народа эта опасность, к сожалению, реализовывалась на практике, и много было пораженных Господом за то, что связи с распутными языческими женщинами приводили к отступлению от Господа и служению иным богам. Однако этот запрет не распространялся на тех, кто принимает веру в истинного Бога. Вспомним, например, Раав-блудницу, которая принимает Господа и его волю и становится частью израильского народа. Вспомним Руфь-мавитянку, которая сказала о том, что истинный Бог будет ее богом. Она вошла в родословную царя Давида. Таким образом, мы видим, что проблема здесь была не в происхождении, не в национальной принадлежности, а в том, принимал ли человек истинную веру, принимал ли истину Божью и желал ли жить по ней. Именно эта проблема указывается и в описании ситуации во время после Вавилонского плена. Девятая глава книги Ездры, первый стих говорит «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали, народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов и наплеменных с мерзостями их». Это очень важно подчеркнуть. Речь не идет о разделении ради разделения. Речь не идет о сохранении чистоты крови или каких-то еще иных мотивах. Речь идет именно о мерзостях. Не отделились от народов и наплеменных с мерзостями их. Если представители и наплеменных народов оставляют мерзости свои, то тогда они могут быть частью народа Божья, и с ними разрешено было заключать брачные союзы. Вот как тот же самый период описывает пророк Малахия во второй главе в одиннадцатом стихе. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога». Вот где проблема. Дочь чужого Бога. То есть, эта язычница, которая, будучи представителем языческого народа, продолжает служить чужому Богу, продолжает совершать мерзости. На эту же тему мы читаем в тринадцатой главе книги Неемии, стихи двадцать шестой и двадцать седьмой. Не из-за них ли грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми иссоритянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жён? Вспоминая пример Соломона, Священное Писание вновь показывает, что речь идёт о необращённых язычницах, с которыми вступают в брак представители народа Божия. Сегодня мы вновь видим, что Бог любит всех жителей земли. Национальность для Него не имеет значения. Однако в браке должен быть общий духовный фундамент. И потому Господь запретил вступать в брак с теми, кто продолжает оставаться со своими языческими верованиями. Принцип этот повторяется и в Новом Завете во Втором Послании Коринфянам, в 6 главе, стихах 14 и 15. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным?» Господь желает всем нам счастья в семейной жизни, и потому Он предостерегает против браков, которые построены без надлежащей духовной основы. Он желает, чтобы те, кто вступает в брак, создает семейный союз, могли бы разделять единую веру и единую истину, и тогда обретается благословение семейной жизни». Субтитры создавал DimaTorzok